Я Ян Степаненко, молодой дизайнер, участник конкурса молодых дизайнеров New Fashion Zone, победитель номинации Art 2018 и участник Ukraine Fashion Week 2019. Я поддерживаю проект «Житие в стиле эко». Я хочу сразу сказать, потому что я никогда не думала, что я буду стоять в такой черепной сухне, что я буду взагаля ее как-то на себя вдягнуть. Расскажи мне, пожалуйста, про эту сухню. Ну, это платье, наверное, с последней коллекции Ukrainian Fashion Week 2019. Это, в принципе, одно из платьев, которое начинало показ, но это оно было второе, в принципе. Оно для меня очень особенное, потому что в него вложено очень много сакральных мыслей, идеи. Вообще, концепция «Вечные лучи света», в принципе, там еще был такой головной убор, который, в принципе, освещал всю весь Ukrainian Fashion Week, поэтому это, наверное, так. Это часть его, у нас есть еще одна большая часть его, но, в принципе, да. Это одно из моих любимых луков вообще с показом. Вообще, мне интересно, что ты вкладаешь в свои коллекции, когда ты их створишь. Ты мне говоришь, что в тебе есть какие-то отдельные сенсы, которые ты вкладаешь. То есть, что это? Это какое-то поединение с природой, да? Ну, да, я вообще хотел бы сказать, что, наверное, вообще в мое DNA того бренда, который я, в принципе, вкладываю, это, наверное, как туннель между прошлым и будущим. Это для меня самое важное понятие вообще, когда я работаю. Это, наверное, то, что я интерпретирую историю на современный лад. Ну, а также, конечно же, мне всегда очень важно нести какую-то мысль, и за каждой деталью, которую я вкладываю в свой образ, должна стоять какая-то мысль, какая-то цель, чтобы что-то людям донести. Ну, и в эту коллекцию, наверное, если говорить о коллекции Lumini Shine of Eternity, самое важное, что я вкладывал, это, наверное, что я хотел оставить всю мрачную историю украинской культуры в стороне и призвать веру в светлое будущее. Поэтому, наверное, конечно же, как и мы говорим сейчас о жизни в стиле ЭКО, это, наверное, будущее и веру, чтобы люди начали верить, что в нашей стране может быть что-то прекрасное, светлое, и что мы уже забудем о тех ярлыках, которые у нас, в принципе, в мире, и начнем жить другой жизнью. Что в твоем понятии, в принципе, жизни в стиле ЭКО? Что это для тебя? Ну, это, наверное, в первую очередь о том, что нам нужно думать вообще о том, что все, что нас окружает. То есть это не нужно только себя лимитировать в том понятии, что это только органик питания, да, или там утилизация тех же отходов или того же мусора. Все это, конечно же, входит, и все это идет в комплексе, но мне кажется, что самое главное – это вообще начать с себя, начать с того, что мы должны также контролировать свои мысли, контролировать все, что наши высказывания, то, что все мы несем в среду, так как мы все одно целое, и все люди, мы строим ту страну, в которой мы хотим жить. У меня еще такое интересное вопрос, где ты берешь эту энергетику? То есть что тебя вдыхает? Наверное, это могут быть разные sources абсолютно, то есть начиная, наверное, от того, что если у меня плохое настроение, я слушаю музыку, да, то есть для меня это тоже какая-то какого-то вида inspiration, какого-то вида тоже того же, тоже вдохновения. Иногда я вообще чувствую совершенно другое, я хочу там сделать пробежку, да, в парке. Конечно же, это воссоединение с природой, постоянно возобновление, вообще совершенно другие ощущения. Иногда это может быть вообще просто какая-то встреча с моими знакомыми людьми или моими друзьями, которые также несут определенную другую энергетику, которая также мне помогает двигаться дальше.